Зовут меня Магафонов Александр Викторович. Я работник вот этого ВГУПа, который стоит за спиной, вот с этой прекрасной выпиской. Фирал охраны Росгвардии в Амуровской области. Хочу рассказать про эту организацию, на каких условиях работают здесь люди, по каким договорам, как начинаются зарплаты, что входит в эти должные инструкции. Будет много рассказывать, очень долго, поверьте, он будет очень интересно. Почему работникам сюда нет входа? Сейчас к интерьерам. Делают такие условия, что мы сюда вообще не заходили, не истребовали никакие документы. Совершается провокация против работников, вызываются работники полиции, пишется заявление. Ну а теперь мы пройдем вовнутрь и посмотрим, как нас встретят. Добрый день, Алена Михайловна. Алена Михайловна, я поздоровался с вами. Я сказала, здравствуйте. Вот я вас не услышал. Ну я не знаю, что в группу. И вам добрый день называется, да? Да. Ну вот уже с порога вы видите, какое отношение начинается к работе. У нас категорирование учреждения, так что съемки прекратили. Спустите, я вас знаю, вы можете представиться? Я не буду представляться. Но он как, вышел гражданин. Выйдите, пожалуйста. Выйдите. Зачем? У нас съемки запрещены. Давайте я вас представлю. Это директор ГУП филиала Пусть Иван Иванович. Я вам говорю, выйдите, пожалуйста. Выйдите, или я вызову. Я вызову полицию. Вызывайте. Я нахожусь сейчас в данный момент на больничном. У меня начинается отпуск 1 июля. Не знаю, выпишут мне, не выпишут. Скорее всего, нет. Но мне надо получить отпускное удостоверение. Мне нужно получить, как мне сказали, ряд ответов на мои ранее написанные заявления. Секретарь ко мне звонила. Я уже подъезжал сюда однажды, опять же, находясь на больничном. Находился здесь 20 минут. Администрации этой организации, филивал групп ГУП охраны Росгвардии Поморской области, на меня был составлен акт за нарушение мной больничного режима. Я заехал, отдал заявление. Секретарь меня зарегистрировала. Вот. Далее был составлен акт. На каком основании непонятно и почему работодатель вдруг решает, нарушая больничный режим или нарушая. Получим документы, в конце концов. Без видеосъемки. Так, вот документы. Ну вот, наконец-то нам выдали документы. Приказ. Значит, зачитываем. Отменить приказ на Северный Год о предоставлении. Это сюжетные документы. Вы не имеете право чужие посторонние. Это мои личные документы. Это не ваши личные. Это личные документы. Вы мне даете под попись. Я хочу сделать копию этих документов и забрать. В какой-то степени секретность она нагнетается постоянно. Даю человеку документы. Не имею права читать слух. Бывает даже и знакомиться на их. Подписывайте и все. Вот такая процедура здесь происходит. Посмотрите, спокойно. Это документы, которые вы запрашивали? Так, не даю же читать. Отвлекает. Отменить приказ номер 79 от такого года о предоставлении ежегодного основного плача отпуска Агафона связи с неправильным подсчетом количества календарных дней за отработанный период времени. То есть, Иван Иванович, что хочешь сказать? С 1 числа мне по графику стоит отпуск. Я запросил выписку из графика отпусков. Заверено отдел кадрами. Она заверена кадрами. И заверено, значит, печатью предприятия. В этом приказе он пишет, в последний момент мне сообщает, что отпуск у меня отменяется. Который у меня с 1 июля. Соответственно, в этом приказе я пишу, что не согласен. То есть, вот что происходит в моем группе. То есть, правильно понимаю, что вы можете мне поручить введение ваших интересов в суде. И я уже в суде данный приказ буду обжаровать. Да, правильно понимаете. Совершенно правильно понимаете. Покажите ваше гостериние. Я могу вам рассказать свой паспорт. Все можно убирать. Так, а кеми вы являетесь представителями? 1 июля у меня отпуск действительно должен был быть. Ну, 52 дня мы считаем. Это получается до 21 августа. Тут они пишут в этом приказе, что неправильно, извините, мы посчитали в последний момент. Поэтому у вас отпуск сокращается. Уже купленный билет туда-обратно. Вы понимаете, да? То есть, с 1 июля пишут до 26 июля. То есть, как бы, 20 дней уже куда-то выпали. Другой приказ. Я вам, вот вы мне, а Иван Иванович, можете ответить на вопрос? Что с моим отпуском не так? Почему у меня... Вы, да, вы побеседуйте, люди пришли с вами, а вы бегаете как-то. А я со мной, со мной заходите один. Ну, пойдете, а что вы так говорите в съемке-то, Иван Иванович? С чего вы на камеры добавите? Давайте мы в кабинет зайдем, Иван Иванович. Пожалуйста, пройдемте в кабинет. Почему? В кабинет пройдемте с вами. Так все. Ну что, мы будем их животами толкаться? Я уж не знаю, что. Смотрите. Мне пройти можно туда со своим представителем законно? Я вас не приглашаю. Это мой законный представитель. Все. Вы законов не знаете, Иван Иванович. Так все. Ну вы же бывший сотрудник правоохранительного органа. Должны знать законы. Все нормально с вами разговаривать. Вы пытаетесь спровоцировать ситуацию. Так мы заходим в кабинет или нет? Вы там еще закроете, что ли? Я еще раз говорю. Прекращаем видеосъемку. Вы меня слышите или нет? Мы пришли решить трудовой вопрос. А мне как представитель съемка? Так я не понимаю, что вам надо. А Иван Иванович еще разговаривал. Что вы мне говорите? Прекращайте видеосъемку и покиньте помещение. Вы занимаетесь самоуправством, правильно? Какое самоуправство? Запрет видеосъемки в случае, когда она разрешена. Она здесь не разрешена. Каневременный помещение разрешено. Какое помещение, простите? Категорированное. Категорированное? Есть такие помещения? Конечно есть. А кто его категорировал, Иван Иванович? Да, это канцелярия. Может не выли? А где у вас, кстати, в канцелярии работник, секретарь? Куда она делась? Мы же тут находимся, наверное, более 25 минут. Да что вы говорите? Она не желает участвовать в таком ходе? Так она должна объяснить мне по поводу приказов, распоряжения, которые дали. Почему отрасль мне сократили на 25 дней? Все как положено. Нет. У меня есть отпускное удостоверение. У меня есть первый приказ, где там написано, что я 21 числа возвращаюсь с отпуска. У меня приказ на руках. Давайте спокойно обсудим. Я на видео не собираюсь. Ну хорошо, мы направим видео на нас, но видео будет все равно работать, для того, чтобы была вот эта ситуация. Нет, посторонние лица не нужны. Ну вы будете нас обвинять, что мы там ведем себя как-то неправильно. Поэтому для нашей безопасности и для вашей безопасности. Я говорю одно, а вы на своем, чтобы мы правы. Не, ну знаю вашей. Да вы еще даже не слушали наши доводы. И мы не знаем ваши доводы. Почему вы в одностороннем порядке изменили график отпусков, который утверждается на год, вперед? И сократили его на 25 дней. Вы же понимаете, что нарушаете права данного работника, который уже заранее спланировал свой отпуск. Ну понятно, что у него есть опыт. Поэтому мы пришли к вам с представителем. Вы знаете, мои услуги достаточно дорогие. Заплатите? Я вам еще раз говорю, я вас сюда не вызывал. Ну то естественно вы меня вызывали. Я не просил, чтобы вы приходили. А меня другой человек попросил. Ну вот я с другим человеком разбирать. Ну так, а вы же будете возмещать судебные расходы. Вы пришли в учреждение, где за судебные расходы будете возмещать? Нет, не буду. Не будете, ну ладно, через суд будете. Конечно, конечно. Так, все, я вам говорю, покиньте помещение. Иначе полиция сейчас уже на выезде. Да, я уже испугался. Иван Иванович, я испугался. Особенно полиции. На себя вызвали, нет? По 19.1 хотите, чтобы вас оформили за самоуправство? Запрет видеосъемки? И нарушение прав своего работника на получение документов, связанных с работой, которые заранее были запрошены? Документы он получил. Все, расписывается и свободно. Так мне не пояснил, никто по этим документам ничего не поясняет. Почему я должен расписываться не глядя? Вы мне сменили график от кусков. Я уже пятый раз, десятого повторяю. Нет, кто пятый точно. Сократили отпуск от 20 дней. Переводите мне на другую работу в СОТЭК. Вот этот приказ я вижу. Меня уведомляет, что я перевожу в СОТЭК. Другой в ГУБ вообще совершенно. Вот. Там люди, сколько я знаю, с оружием работают. Это охрана, центр охраны топливоэнергетической комплексы. Ну мало ли где я работал, Иван Иванович. Помните, почему вы оттуда ушли? Ну так вы поясните, почему. Я могу про ТОТЭК очень много рассказать. Когда у вас люди работают через сутки, дышат топливом, который сливается у них над головой. Мы зафиксировали, что директор пояснить не хочет, в связи с чем изменен в одностороннем порядке режим вашего отдыха, то есть существенные условия труда изменены, соответственно и работник... Директор не хочет пояснять по причине, что вы ведете в видеосъемку. До свидания. Это незаконная причина. Это вы уклоняетесь от исполнения своих обязанностей. Я вам предложил, что даже пошел вам на уступку, что видеокамера вас снимать не будет, но она будет идти непрерывно для того, чтобы не было потом обвинений в наш адрес. Поэтому давайте мы сядем спокойненько с вами в кабинете и обсудим вот эту ситуацию. Камеру повернем на нас. Не желаешь мне кабинеты с съемками? Давайте здесь пообщаемся. И там будем снимать съемки. Можно и там, ради бога. Просто там ветер. Если вас это больше устраивает, ради бога... На улицу выходим. И там будем разговаривать. Пойдемте вместе. И видео на себя. Пойдемте, пойдемте. Идите, идите. Работник ваш имеет право на отдых. Значит, график отпусков утверждается на год вперед. Там до какого-то декабря. Короче, должны все вот эти подачи заявочки, т.т.т. Ну вот, что я вам буду рассказывать, ваш работник отдела кадров знает. То есть, был в свое время согласован график отпусков и, соответственно, был утвержден график. Сейчас изменять условия труда и отдыха в одностороннем порядке вы не имеете права. При увольнении Александр Викторович получил все расчетные, в том числе и компенсацию за отпуск за тот год. Все. После того, как восстановился, отчет отпуска пошел с 1 января. Потому что, если бы человек, который восстановился, и он захотел полностью отгулять весь отпуск, он, по идее, обязан был возвратить те денежные средства, которые отпускные ему начисляли за неиспользованный отпуск. И тогда бы он бы пошел, как положено, контролеру на полную отпуск. Но в данной ситуации, вилла 26, если он хочет далее продлить свой отпуск, пишет заявление, и оставшиеся дни, которые он предполагает, что может уйти в отпуск, за свой счет всю. Иван Иванович, я понял, может быть, с моей стороны некорректный будет вопрос, но с учетом того, что у вас сотрудник милиции, у вас же есть юридическое образование, правильно? Конечно, есть. Поэтому вы прекрасно знаете, что отпуск и денежная компенсация за отпуск, это разные вещи. То есть при увольнении, естественно, вы обязаны были выплатить все конституционные выплаты, в том числе не отгуленный отпуск. Но это, я еще раз повторяю, это не отменяет то, что этот отпуск, который ему положено за период временного прогула, начисления, это все, он ему лишается. Ради бога, вы имеете право обратиться в суд и потребовать обратно эту денежную компенсацию. Это другой вопрос. Вопрос о том, есть ли у вас законные основания удержать обратно эту денежную сумму или нет, это тоже, как бы, я вам не буду разъяснять, как юристу, да? То есть вы прекрасно знаете, что вы даже в этом случае проиграете суд. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что денежная компенсация, которая была выплачена при увольнении, и сейчас вы пытаетесь ее завязать, что это все-таки, раз мы вам бабки, условно говоря, так вот выражусь на сленге, выплатили, то вы теперь не имеете права на вот эти дни отпуска. Вы очень сильно ошибаетесь, потому что это не так. На данный момент мной тот приказ отменен, издан новый, где на 26 дней, пожалуйста. Ну то есть, я правильно понимаю, мы идем в суд, и суд рассудит наши... Пожалуйста, это ваше право, его право. Ну, Александр, я думаю, если у вас есть вопросы, можете задать. Нет, у меня вопросов больше нет, я думаю, мне подписать не согласен. Да. Это самое. И попросить копию. Ну, к сожалению, секретарь от нас скрывается, как получить копию. Ну, копию зайдете, я вам. Я не знаю, давайте копию получим. Ну, единственное, копию заверенную, потому что для суда все-таки уже затерянно. С видеофиксацией. Сейчас Иван Иванович закроется в кабинете у нас, схватит этот приказ. Да нет, ну я думаю, Иван Иванович будет так делать. Я думаю, запросто может быть. Я лучше знаю Ивана Ивановича. Все, ладно, Иван Иванович достаточно себя нормально ведет. Пойдемте тогда. Пойдемте. Мы распишемся. Мы получим ваш приказ, естественно. Куда же нам деваться? И напишите, что будете писать за свой счет или нет? Не надо мне подсказывать ничего. Я сам решу, что буду писать. Мне суфлеры не нужны. Он вообще не хочет вам помочь. Иван Иванович, перед вами стоит не суфлер, а директор организации. А это какая-то особенная привилегия? У нас сейчас... Иван Иванович, подождите, вы пишите, не отвлекайтесь. Иван Иванович, то есть к вам нужно как-то по-особому обращаться? Насчет дискриминации по датностному признаку? По занимаемой должности? Ну я, по-моему, не иные слова в адрес. Ваша радость никаких плохих слов не было сказано. Как имя отчества подчиненного? Вот сейчас слово подчиненого, подчиненного, ни разу по имя отчеству не назвали. Я вас уже раз в десять назвал, Иван Иванович. Вот там, почитаем, почитаем. Почитаем, хорошо. Послушайте. Послушаем. Иван Иванович, советую, Амайфпро, ютуб-канал. Себя снимайте. Подумайте об этом. Себя снимайте. Мы же, по-моему, договорились. Я говорю, подумайте об этом. Мы же, по-моему, договорились. До первого июля еще есть время. Вы можете с моим доверителем связаться, извиниться перед ним, отменить приказ и пожелать хорошего отдыха. Поэтому подумайте. Это вам мой человеческий совет. Все, на этом, как бы, я больше советов давать не буду. Дальше буду рвать за своего доверителя в клочья. Ну, это я образно говорю. Так, сегодня у нас 28-е. Да, сегодня 28-е. Тут они ставят число, обратите внимание, что я знакомый должен быть. Потом измоткайте все это. Сейчас не надо рассказать. Отдельно потом прокомментируйте. Посидим, расскажете ситуацию, как работает вам в данном филиале ГУП охраны Росгвардии. Какие нарушения за период службы, ну, точнее, работы вы увидели. Иван Иванович, первый готов. Пожалуйста, печать ставьте, мне копию, будьте добры. Печать, она кругленькая, я подсказываю. Меогербовая. Гербовая, она такие документы не ставит. Кругленькая такая, знаете. Это штампик называется. Да я знаю, что штампик. Так она печать нужна. Ну, там гербовая печать. Потеряли? Нет, у меня есть, но моя гербовая. Так работника позовите, ему что он пояснит, потому что она так. Так у нее тоже гербовая. У вас много печати, да? Да. Мое имя, напишите заявление, прошу предоставить копию документов и перечислите каких. Нет, вот сейчас прямо писать. Ну, а как я выводил? А, то есть вы не можете дать, давайте я напишу. Давайте. Так, подожди. Ну, все, документы. Мы уже расписали. Пишутся тогда, когда есть необходимость в поиске, подготовке этих документов. У вас документы все готовы. Давайте, у вас нет, вы сейчас будете задавать приказ или нет? Вы приказ мне отдадите, вот это, Иван Иванович хочет переиграть эту ситуацию, все-таки извиниться, там, ну, понятно, что не под видео камеру. Мне даже не надо, извинения, вот, честно скажу. Ну, отменить ли у вас будет этот приказ? Правильно вас понимают? Нет, говорю, напишите. Если так, давайте мы на этом, как бы, закроем эту тему, вы, ну, красивые приказы сделаете, что у нас приказа это было не так. Сирокопию сделать не надо, синий, можете их все равно. Каждый документ, я говорю, список, составьте, какие копии я вам дам. Я вам дам. Понимаете? Ну, тогда будем приказывать, Владимир Живикарь, считаете? Ну, я считаю, что сейчас в данный момент это неправомерные действия, потому что вы в данный момент ознакомливаетесь, имейте сразу же право получить этот приказ. Никакие заявления не пишутся. Это когда, не надо со мной параллельно говорить, я же сколько раз уже говорю. Когда вы обращаетесь с отдельным заявлением на получение каких-то документов, вот тогда, в течение трех дней, эти документы выдаются. Если вы пришли ознакомиться с соответствующим документом, вам сразу же дается копия, без каких-либо заявлений. Заверить надо, как бы, что это, бумажка на данный момент. Да, давайте заверим ее. Живая подпись и живая печать, потому что для суда это что? Потом Иван Иванович скажет, вы поручите. В мою честь и достоинство. Не, на текст не надо, рядышком, как бы, ну, не буду вас учить, как заверяется, вы же знаете. Копия верна. Подпись, расшифровка. И дату сегодняшнюю. 28-й. 28-й. Спасибо, Иван Иванович. Спасибо, Иван Иванович. Так, ну, вам тогда я в понедельник исковой подаю, иду натянуть мы не будем, чтобы за 20 дней так отпуска успеть. В ответ на ваше заявление о показании материальной помощи, просим вам предоставить подтверждающие документы вашего заболевания. Ну, это, наверное, больничный имеется в виду, правильно, Иван Иванович? Просто больничный. С медицинского учреждения. Больничный у них и в электронном виде. Я что-то еще должен предоставить. Вот. Для подготовки документов в центральном офисе. Иван Иванович, вам больничный приходит на электронный, я знаю, вот, адрес здесь в этом подписан. Уточним, какой документ нужно предоставить, просто, может быть, мы что-то не понимаем. Именно, что я должен предоставить, какой документ о моем заболевании. Извините, Владимир Лиша перебил. Больничный лист, оригинал. Ну, а что мне написать-то просто словами, больничный лист написали? Вы что же... Так у вас в электронном виде он есть, Иван Иванович. Я-то могу говорить все, что угодно. Оригинал какой? Он сейчас по электронке приходит, Иван Иванович, вы, наверное, чуть-чуть, как бы, отстали от жизни. Сейчас больничные листы, ну, можно, может быть, истребовать бумажное видео. Но, говорит, мы недавно не работаем в электронке. С момента заболевания посылается работодатель. И с момента выписки больничного тоже отсылается работодатель. И когда он продлевается, тоже об этом сообщается работодателю. Какой документ-то я вам должен предоставить? Я сейчас сделаю запрос в Даницу, как придут ответы, тогда примут окон. То есть, вы сами сделали запрос, я правильно понял? Да, я сделал, потому что от вас не дождался. Иван Иванович, скажите, пожалуйста, у нас просто возникла конфликтная ситуация, в том числе в медицинском учреждении, в связи с тем, что некие третьи лица вмешиваются в медицинскую тайну, в частную жизнь моего доверителя. Скажите, пожалуйста, это правда, что вы делали соответствующие запросы в медицинское учреждение, интересовались заболеванием, ну и так далее, режимом, скажем так, больничного? Делали, да? Вы это признаете? Конечно. А как я еще могу оказать материальную помощь, не зная для чего? В смысле для чего? Вам больничный предоставят и все. Вы хотите знать конкретно, чем работник болеет? Там сифилис, генарье или что? Что конкретно вас интересует? Есть тяжелые заболевания. Вы врач? Вам интересно, чем болеет ваш работник или что? Вы скажите, пожалуйста, а вообще у вас работники проходят медкомиссию при приеме на работу? И периодически. Почему ваши работники, находясь на работе, умирают? Не знаю. Не знаете? Да. А почему работники у вас не проходят обязательные медицинские осмотры? А вы спросите свою подзащитную. Принял к сведению, что вам что-то от меня надо, какое-то заболевание. Вот. Вот это тоже. Мне, пожалуйста, тоже заверьте, будьте добры. Печатьте, подписи и как бы оставляйте себе, что я тоже ознакомлен. Любопытство по поводу медицинских заболеваний и тому подобное вы проявляете? А там, где по закону вы обязаны, вы ее не проявляете? Знаете, я вам так скажу. Когда три человека сразу заболевают, я это называю воспаление хитрости. Понятно. Особенно, когда умирают. Это вообще преступление. Это самый хитрый. А кто нас умер? Ну как? Вы забыли фамилию контролера? Я вам напомню. Малин Сергей Петрович. Что? Который и так болел. И он очень сильно, как это слово такое подобрать, не вынуждали, можно сказать, напрягали из такого слова выйти на работу, а человек был больной. Взяли человека без медицинской комиссии, по крайней мере, по последнему трудоустройству. Он заболел, у него острый приступ случился прямо на посту. Увезли на скорой помощи контролера. Потом говорили, что мы тут его выйдет уволим или еще там накажем. Да он после мог бы... То есть, ну человек сломался, упал вообще. Скоро ему вызывалось. Увезли. И находясь на больничном, по-моему, 10-12 дней, он умер. Я не знаю диагноз. Наш диагноз не интересует. Откуда вы знаете диагноз? Это всем известная информация, да? Свидетельство о смерти. Вы видели свидетельство о смерти? Конечно. А как мы могли материальную помощь нам показать? Вот эта болезнь, вот эта причина смерти, с вашей точки зрения, да, отменяет обязательный медицинский осмотр. Правильно я понимаю? И административную ответственность. Без комментариев. Без комментариев, я понял. Я вам доверенность не давал. На что? Я вашего пока интереса не представляю. А хотите? Просто я не могу в данной ситуации представлять ваш интерес, иначе будет конфликт интересов. Ну да. Поэтому как бы уже... Кто успел, то в эти тапки. Но в следующий раз обращайтесь по каким-то там другим делам. Я говорю, что вы меня снимать не будете. Ну что вы? Ну мы как бы... Мы по-русски разговариваем. Мы там-то с вами общались. Мы с вами по-русски разговариваем. По поводу другого. Ну... А сейчас-то мы уже с вами общаемся. По-другому вопросу. Я снимать не буду более. Ну как? Ну, слово не держим. А вы мне хотите за слово подтянуть? Иван Иванович. Если там какие-то иду, уступки, это не означает, что я буду и дальше нанести. Я вам достаточно хороший вариант предложил урегулировать конфликтную ситуацию. До понедельника извиниться, отменить ваш приказ. Вы меня не услышали. Ознакомление пишется... Иван Иванович, я вам просил. Ну, не здесь же. Вот я место для вас оставил, для подписи. Вполне хватит. Вот ваша подпись не задета. Не волнуйтесь. Вы еще тут написали, биздец. Я же попросил вас. Ну не мешать, пожалуйста. Вы спокойно. Да ладно, Иван Иванович. Просто я понимаю, что вы сейчас нервничаете. Вы главное успокойтесь. Потому что писать надо. Успокойтесь. За подпись. Вот будем все смеяться в суде, как некрасиво, неправильно написал ваш работник. Покажете в суде, что вот смотрите, вот вообще просто. Руководители профсоюзной организации не знают, как оформить документы. И вы решили научить. В профсоюзной организации есть один путь, который должен в одну упряжку с директором работать. А я что-то... Подождите, вот это мне интересный разговор с вами. Давайте побеседуем насчет одной упряжки. Не, я знаю, о чем вы говорите. Я встречал такие профсоюзные организации, где там, скажем так, мама, папа, все друзья. Не, у меня, вы знаете, нет такой политики, что мама, папа, все друзья. Ваш работник и руководитель профсоюзной и первичной профсоюзной организации занимается защитой прав работников. А мы сейчас все, весь отряд, филиал вступят в профсоюзы. Все вступят, конечно. Да. Особенно после того, как я к этому вопросу подключусь. Поэтому, смотрите... Да. Может быть, даже к вам на работу устроюсь. В каком плане? Чтобы стать лидером, либо заместителем профсоюзной организации. Здравствуйте. Иван Иванович, как вас такая перспектива не пугает? Иван Иванович, или вы уже нашли другую работу? Обычно люди, которые со мной сталкиваются, они сразу начинают искать другую работу. Вы уже нашли? Вы меня пугаете? Я, вас? А вы что, испугались? Вы испуганы, что ли? Иван Иванович, ну, вам не солидно, как бы, пугаться. Тем более, чего? Смены работы. У вас наверняка есть пенсия. Тыл прикрыт, скажем так. Вы хотите на моем месте? Я? Ну, в принципе, можно попробовать. Потянете? Конечно, потяну. Я вас замом возьму. И буду вас... Меня зама нет. На будущее советую вам все-таки не своими руками делать то, что сейчас делаете вы. Это чисто из опыта, да, который у вас есть. Вы сейчас берете все на себя, всю ответственность. Работника отдела кадров надо было бросить по танцу. Тут меня пытаются перевести в другой филиал, потому как, где я работаю на том посту, договор с ними заканчивается. Я вкратце просто озвучу, не буду без приказа зачитывать. Вот. Вообще, в другой в губ меня пытаются перевести. В ЦУТ, как я уже говорил. Обещают в ЦУТ, а по вашему желанию. В ГУП. И предлагают мне. Либо я соглашаюсь, что да, я говорю, это в ГУП, ЦУТ, там другие условия совершенно. Там, значит, люди работают с оружием, сутками не спят, поэтому в ГУПу будет отдельный разговор. Вот. Если я откажешь, меня увольняют. А связано с этим с чем? Что я на бессрочном договоре. Иван Ивановичу нужно срочным образом избавиться, прежде всего, те, кто находится на бессрочном договоре. Кое мы добились по суду. Это мое предположение. Ну, я так, предполагаю, Иван Иванович. Я не обвиняю, запомните, я предполагаю. Хорошо, вам когда этот приказ вручили? Сегодня? Вот. Нет, вот сейчас его вручаю. До какого нужно принять решение вам? Указан срок? У вас, возможно, вручение. Сколько мне, Иван Иванович, на разуме задается? Три месяца? Что тут в сроке-то не найду? Вам предложили меньше вакансии. Сколько думать-то можно? А, Иван Иванович? Это написано. Ну, давайте. Это может закончиться 28-го, но седьмой. Так я ж, ну и. 28-го я буду в отпуске. Как мне думать в отпуске-то? Почему мы вам сейчас и уведомляем? Вы еще раньше... А я-то как к вас уведомляю? А вы так потихонечку не могли приехать. А я-то... Так я ж приехал, Иван Иванович. На меня акт составили за нарушение больничного режима. Я-то уже приезжал. А тут меня обратно приглашают. Приедете без вас никак. Я уже думаю, ехать или второй акт будет. Второй акт будете на месте, Иван Иванович? Я же еще на больничном официально нахожусь. А почему вы на больничном? Ну, я на больничном, потому что... А в отпуск как вы пойдете? Ну, нет, могу 3-го, 5-го пойти. Вы что, не знаете законов? Я не знаю, как могу 3-го. У меня вот у с 1-го. Иван Иванович, если больничный продлится до 10-го... Не щеголите словами. Я не щеголяю, я спрашиваю. У меня вот больничный продлится до 10-го. Отпуск у меня с 1-го. Я могу потом в отпуск идти? Я вам вопрос задаю. Ну, обычно во время отпуска человек продлевается в больничном, а период нет... Я сейчас еще никуда не уехал. Мне там после понедельника или когда там врачу... Когда нам будет вам писать, переписывать заявление? Отпуск у меня начался. Отпуск потом, да, я приеду, перепишу эти 10 дней. Я предоставлю больничное, которое к вам придет. После прибытия с отпуска... Александр, вы еще... Иван Иванович правильно сказал. Вот отпуск... Отгуляю. Если в этот период вы заболели, автоматом продлевается отпуск. Никаких заявлений писать не надо. Вы приходите, приносите больничный... Правильно. А я сейчас уже болею. И отпуск начнется с 1-го числа. А когда закроют, я не знаю. Подождите. У вас есть график подтвержденный отпусков. Все. Вы по этому графику выходите. Вот эти все приказы, мы с этим уже разобрались. Мы будем его обжаловать. Требовать компенсацию морального лида. И самый уменьший, это судебный расход. Вот тут, Иван Иванович, извиняюсь, спросить. Тут нигде писать. Если вы свободного места где не оставили. Давайте прямо тут и будем писать. Ну здесь. Ну тут у меня много не поместится. А зачем? Поместится. Нет, тут много надо. С обратной стороны. С обратной. Ну тогда две копии будем делать. Ну с двухсторонными. Двусторонными. Ну пишите на этом, что... С обратной стороны. Кто будет ведущим зашеления? Приснение с обратной стороны. Вот, Иван Иванович, на самом деле можно было прямо с самого начала начать беседу, как сейчас мы беседуем. Без вот этого лишнего телодвижения, запреты видеосъемки, выгонять туда-сюда, на улицу выходить. Спокойненько бы побеседовали. Граждане могут быть ограничены в правах только на основании федерального закона. Вы сейчас не назовете никакой федеральный закон, который запрещает в офисе у вас снимать. А у вас в штате есть юристы, Иван Иванович? Есть. Есть. Хорошие? Хорошие. Ну мы, я думаю, познакомимся, да? Или вы будете сторонних юристов нанимать? Иван Иванович? Есть комментарии, много вопросов. Ну просто к чему мне готовиться? Если вы говорите о тех юристах, которых я видел, то советую вам нанять других юристов. Александр, вы там по ему пишете, я так понимаю. Я подробно распишу. Понятно. Вот я все знаю, сколько тут меньше, где вакансии, как Иван Иванович пытается лукавить. Александр, вы все карты-то не раскрываете. Уж зачем вы так? Вы знаете, знаете, потом сказать, сюрприз будет, как говорится. Зачем вы все на блюдечке? Сейчас они дырки все заткнут. Ну написали, что кажется, знаю, что есть вакантные должности. Все не расписывайте. Не буду. Там загажничек оставьте. Свидетелей всех не выдавайте. Иван Иванович, надеюсь, мы вам настроение сегодня не испортили. Выходные хорошо пройдут. Вы только не молчите. А то я себя как-то неловко чувствую, потому что я не привык людей обижать, если нет оснований. Вы вроде, на мой взгляд, достаточно сейчас культурно себя ведете. На меня не бросайтесь с кулаками. Камеру не отбираете. Ознакомился с той ситуацией, которая происходит в вашей организации. Видел определенные видеозаписи, разговоры и тому подобное. Поэтому как бы вот предварительно уже сделал оценку того, с чем мне придется столкнуться. Да, в 26-м я здесь нет. А куда вы? Я завтра отчаянен. Взял пуск? Увольнение? В отпуск. В последующем? Не дождетесь. Мне лучше иметь дела с теми людьми, с которыми я уже, скажем, познакомился. С кем уже нашел общий язык. А придет на ваше место другой работник. Может быть и хуже. Понимаете? Знаете, есть такая китайская поговорка. То есть, каждый последующий начальник хуже предыдущего. Поэтому, если мы найдем общий язык, мы будем, скажем так, профсоюзной организацией раздавать подарки, ну и там все остальное. А, детишек раздавает, челс. Ну, детишки разные бывают. Вы скажите, вообще заинтересованы урегулировать данную конфликтную ситуацию или нет? Как вы считаете, она вообще существует, эта конфликтная ситуация? Не существует с точки зрения вашей, да? Странный подход. Вы случайно не привержены, приверженец СССР, живые люди, нет? С реальностью, нормально все восприятием? Насколько я понял, конфликтная ситуация, она существует. Достаточно уже имеет острый характер. На мой взгляд, не надо, как бы, сейчас выносить ссоры из избы. Найдите подход к вашему коллективу. У вас короткий день, да? Конечно. Как у женщин? Пятница. Ну, как у женщин, да? Так. Ну, нет такого понятия короткий день у мужчин, понимаете? Я думаю, вы это знаете. 40 часов рабочей недели. Каждая организация по-своему. Поэтому я вас спрашиваю. Так у женщины или нет? Чего не прийти пораньше? Некогда было. Ну, спасибо за приглашение. В следующий раз придем пораньше. Вы только своих работников предупредите, чтобы они на нас как-то нормально, объективно реагировали. Хорошо? Да вы видеосъемка, они не к месту. Ну, на всякий случай, понимаете? На всякий случай. Могли бы тегтофон включить с разрешением, все, какие проблемы. Но я вас сразу предупреждаю, не дай бог, вот эти, это видео появится где-то в сети. Засудите меня. Засудил. Хорошо. Тут же. Тут же. Я сразу предупреждаю, что готовьтесь меня засудить. Один такой есть у нас в Мурманской области. Такое шоу устроил. Ну, зайдите, посмотрите. С удовольствием поучаствую и в вашем шоу. Хорошо. Жду от вас исковое заявление. Вы прекрасно знаете, что для видеосъемки необходимо взять разрешение того же директора. Вы ее не взяли. А так, кстати, и довольно скандалка. И пошло поедать. Какая норма права говорит? Да, а потом еще, плюс я должен разрешение взять предприятие. Иван Иванович, вы очень сильно заблуждаетесь. Мое право и право моего доверителя собирать информацию гарантировано четвертой частью статьи 29 Конституции. Мы используем законные способы сбора доказательств. Ну, вы же тоже прекрасно знаете, что Конституция не догма. Иван Иванович прекрасно хорошо все знает и Конституцию, и все нормы права. И знает, что не имеет права требовать запрета видеофиксации, иначе было уже давно бы. предпринял определенные меры. Ну, понимает, что такое самоуправство. Которое может закончиться 330-й статье уголовные кодексы. Почему вы меня все самоуправство, а у вас сейчас не самоуправство? У меня нет. Конечно нет. Я вам доверенность показал? Показал. В интересах моего доверителя совершаю определенные действия, как фактического, так и юридического характера. Иван Иванович, спасибо. Спасибо за прием. Всего хорошего. Прощаемся. Ну и встретимся. Я думаю, что мы встретимся с юристами вашей конторы уже в суде. Спасибо, до свидания. Всего доброго. До свидания. До свидания.